Увольнять работника на официальном больничном нельзя. Такова позиция защиты бывшего ректора АГМУ Игоря Салдана. Утром 20 ноября прошлого года ему сообщили, что нужно оставить пост ректора. Вечером он пошел в поликлинику собственного вуза. Головную боль, головокружение, шум в ушах. Связывало это с повышением артериального давления. На момент осмотра были высокие цифры давления. 180 на 100, высокий пульс, тахикардия 105. Он описывал, что это возникло в течение последних 2-3 часов на фоне сильного стресса. Несмотря на симптомы, ректора освободили от должности. Добавим, что настоящие причины этого шага федерального Минздрава остаются непонятными. Спустя несколько дней вуз возглавила Ирина Шереметьева. А в январе 2020-го Салдан начал суд за свое кресло. Оказалось, что он на больничном. Юристы вуза заявляют, об этом никто не сообщал. Адвокат не согласен, мол, университет должен был сам узнать о состоянии руководителя. Местами прения сторон превращались в парадокс. В рамках одного и того же учебы, одной и той же организации, одного работодателя, имеются сведения о выдаче больничного листа и о нахождении солдана на больничном. То есть, и продолжается, медицинский персонал должен был передать своему работодателю, облице Илья Петровича, солдан, в сведении о том, что он находится на больничном. Не сразу узнали об этом и в отделе кадров. В ноябре 2019-го года сообщал о том, что он находится на листке нетрудоспособности или кто-то сообщал о том, что он находится на листке нетрудоспособности? В ноябре нет, не сообщали. Сообщили только в декабре, а сам солдан дошел до кадровиков в январе. Более того, выяснилось, что бывший ректор получил два больничных. Первый был выписан с ошибкой. Там значилось не 20-е, а 21-е ноября. Пришлось срочно собирать врачебную комиссию и выписывать больничный повторно. Но юристы АГМУ настаивают, больничный после 18.00 идет в счет следующего дня, когда солдан уже был уволен. Дело усложняет и то, что солдан в университете совмещал должности. Разобраться, имел ли он на это право и выполнял ли свои обязанности, еще предстоит выяснить. Следующее заседание суда 14 февраля. Илья Кчетков, Александр Антропов. День с толком.